Вот посмотрите, что у меня эта красавица делает. Я поставила клетку, уже приготовила. Думала, пусть Элджи привыкает, а она и привыкает. Она вон забралась в эту клеточку, улеглась там и лежит моя красавица. Элджи, ну, клеточка, у тебя домик. Нина говорит, там у себя выставила клетку, чтобы Сквику нести к ветеринару сегодня хотели. Тоже думала, что пусть привыкает. Так Сквика тоже залезла в клетку, сидела и мылась там. В общем, перестали они бояться клеточек. Раньше, как только доставала, так сразу бегом на утек и прятались. А сейчас вон лежит моя Элджи. Ты моя красавица, поедешь сейчас к Сквикочке в гости. Ну, вот она сидит-сидит и не выходит из клеточки. Я перевожу Элджи к Нине, потому что я еду в Таиланд. Мы там встречаемся с Рикардо. Он летит с Гонолулу. Я отсюда. И вот в Бангкоке мы с ним увидимся. Я вот уже начала собирать чемодан, складывать вещи, рюкзак. Вышивка моя уходит на перерыв на несколько недель. Я вот даже не перематываю на новый лист, не начинаю, потому что смысла никакого нет. Осталось буквально пара-тройка дней и мне надо очень-очень много успеть сделать за это время. Мы с Рикардо встречаемся в Бангкоке. У нас будет несколько дней в Бангкоке. Потом мы едем в Камбоджу тоже на пару-тройку дней. И затем в Паттайю. В Паттайю у нас неограниченное время. У нас заказана гостиница на 4 дня. А дальше мы посмотрим, либо останемся там на дольше, либо еще куда-то поедем. В общем, вот такие планы. Я прямо в предвкушении, с нетерпением, жду встречи с Рикардо. И очень хочу в теплые края после холодного Питера. У нас вон опять снега навалило со вчерашнего дня. Все белым-бело на улице. И холодно. Опять наступили холода. И вообще уже месяц я никуда не ездила. Так что с нетерпением жду этой поездки. И предвкушаю встречу. В общем, вот такие у меня планы на ближайшие несколько недель. Пошли, моя клеточку, пошли. Ну ладно, ну ладно, ну ладно. Ну недовольная. Давай, моя, иди, иди. Вот LG молодец. Квику в клетку не запихать. А LG с удовольствием. Все, мы вызвали такси. Нам сказали, что через 5-7 минут они уже подъедут. Так что будем потихонечку спускаться вниз. Ну вот, мы с LG в машине. Вот она разоралась у меня, разоралась LG. Все, давай, перестань орать. Скоро приедем. Вот. Вот так едет LG в такси, как королева. Все, давай. LG, Ари, вот слышите как? Ну решу. Почему она LG? Ну так звать ее, имя такое не LG. Понятно. В английский, если перевести, будет little girl. Маленькая девочка. Я думал, мало ли вдруг... Вдруг телевизор рекламирует, да? Привет! Привет! Пошли! Сквика! Сквик! Ну вот, ну вот, давай, давай. Давай, LG, выходи, выходи. Лжича, привет, моя, приехала, хорошая. Сквика попряталась. Вот, пошла, пошла, узнала все, конечно узнала. Что же она? Кушать сразу, да? Да, сразу кушать. Скажи, Лжича. Как будто тебя не кормили. Ты моя хорошая. Ждали ее мы со Сквиконькой, ждали, да. У нее стресс просто она потому так. Ну, Сквика! Да, ты моя сладкая. Как она, кричала всю дорогу? Ну так, плакала. Плакала. Моя хорошая, мы тебя ждали. Ага. А Сквиконька уже запряталась. Сквик! Где-то ее надо. Ну, Сквика, конечно, сидит в своем любимом месте. Под диваном. Выходи, Сквиконька. Выходи, моя хорошая. Ну. Дурочка, ты чего спряталась? Ну. Ну, ладно. Давай, выходи. Лжино, пришла, пришла. Все, давай. Ну. Лжичка. Давай-ка моя, все проверь. Приехала. Ну, вот. Мои сладенькие, иди поглажь. Бегает. Лжичка. Так, пошла к Сквике. Слушай, ну она себя ведет, как будто она уже все узнала. А Сквика шипит, шипит, ты посмотри. Сквика шипит. Ты мой сладенький. Сквик, ну ты чего? Мама же приехала, надо радоваться, а ты шипишь. Так. Сквика чувствует опасность. Хозяйка была теперь. Сквик, ну-ка перестань шипеть. Сквика, скажи, так было хорошо, спокойно. Сквик, ну ты чего, звенюка какая-то. Хочу ем, хочу сплю. А Лжи все ходит ест. Ой, Сквика шипит, это что-то. Вот она моя Сквикенька вышла. Вышла, сидит, шипела, шипела. Ну, Сквика, ты чего? Лжи приехала, а ты... Лжи, все, осваивайся. Иди моя. Все хорошо. Сквика опять под диван. Сейчас будет метить территорию. Так, пошла она пофики. А вот еще говорят, что кошки скучают друг без друга. Вон, Сквики не надо вообще, Лжи. Шипит и все, ей одной хорошо было. Лжи сейчас... Такой плохо было. Да, Лжи ходит. Конечно, Лжи все вспомнила. Она же не в чужое место пришла. Она тут жила. В общем, вот так вот мы обустраиваемся опять на новом месте. А у Нинульки здесь. Ой, какая красота. Вот это да. Картошка с мясом. Сейчас сейчас картошка. Картошка с мясом. Ну, Сквика, где Лжи? Ну-ка, давай, давай, проверь. Вон они, вон они. Вон они нюхают, нюхают друг друга. Нин, они как будто знакомятся заново. Ага. Они подошли к дырке Сквика с этой стороны. Лжи, стой. И нюхаются. Ой, сладенькая, мамочка приехала. Мамочка наша приехала. Давайте, вот. Мамочку любим. Вот они. Вот они. Мамочка. Вон она нюхает, Лжи. Лжи, ну давайте. Вы же, вы же друг друга любите. Вон она нюхает. И шипят, шипят друг на друга. Ну, нюхают. Сейчас они привыкнут, привыкнут. Уже такой нос? Ага, намок он, потому что, да, у нее всегда так, кстати. Когда едут, у них всегда вот так. Прямо сильно, да? Сквиконька, где Лжи? Сквика? Лжи приехала. Лжи. Сидят задом, но сидят рядом. Хоть боком, хоть задом, но рядом, да? Лжи, кстати, так быстро освоилась. Моментально, просто моментально. Походила, все понюхала. Меточек своих везде поставила. И вот улеглась уже на диванчик. Спокойно и нормально. Скажут, слава богу, ты уже куда-то приехала. Да, приехала, все хорошо. Ты ее когда ехала в такси, гладила? Да, гладила. Ну, а Сквика вот здесь развалилась в ванной. Лежит, караулит еду. Вика, я уже поняла, что это не чужая кошка. Все равно уже поняла это. Конечно, она тоже ее узнала по запаху. Конечно, скажет, откуда она взялась, но потом... Да, все, лежишь. Вот, самое главное для тебя еда, да, Сквика? Самое главное, ничего не надо, кошки. Будешь еду охранять, да. Нина готовит какой-то очень интересный суп. Я, между прочим, этот суп вообще сама первый раз готовила. Красной рыбки, Теша, да? Теша называется, да. Ну, лосось, а Теша, это, видимо, у нее вот эта задняя часть. Я купила пицца на суп. Угу. И со сливками. Я ни разу не ела супа со сливками. Ага, я ни разу. А сюда что ты бросила? Морковку? Жареная морковка с лучком. Там вот сейчас помидорки поджарят. Сливки и Теша, и все. Ага, ну вот, вот будем снимать пробу. Интересно, прямо заинтриговала суп со сливок, да? Да, да, да. Ну, это я сама где-то вот вычитала, написано, что вкусно. Не знаю, ну, по крайней мере, будем пробовать. Будем пробовать, да. Ой, ну, звучит, по крайней мере, звучит очень-очень аппетитно. Вот сейчас покажу, что у Сквикинки здесь на ушке. Вот такая вот краснота. В прошлый раз было поменьше, потом стало больше распространяться. Стал как бы очаг, вбок вот сюда пошел. Сейчас вроде как опять краснота чуть-чуть спала. Но мы решили ее везти все равно к ветеринару с Ниной. Сейчас пообедаем и понесем Сквикинку в больницу. Да, чтобы посмотрели. Главное, чтобы не было лишая. А так у нее может быть аллергия на корм. Вот многие написали в комментариях. Я согласна, что, возможно, мы меняли корм. Сначала был у нас проплан, потом роял конин. Сырые консервы в баночках у них гурмет. Поэтому, может быть, вполне может быть аллергия на смену корма. В общем, кошки привыкают понемножку друг к другу. А мы с Ниной рассуждаем о том, что Ленина теория верна. У Лени теория, что кошки не могут думать, что у них все основано на инстинктах. И вот действительно такое ощущение, что за месяц они забыли друг друга. И вот сейчас как бы заново знакомятся, привыкают, обнюхиваются. Мы пытаемся их очеловечить. Я думала, мы сейчас приедем с ЛДЖИ. Сквика кивнется, зарыдает, обнимется. Тут же кинется ее целовать, облизывать. Нет, Сквика шипит. Только она почувствовала себя хозяйкой на территории. И так тут, как тут ЛДЖИ опять. Опять надо делить территорию с кем-то. Да, воссоединение семьи состоялось все-таки по-кошачьей, а не по-человечески. Не по-человечески, да. Поэтому теория Ленина, похоже, верна. Ладно, будем надеяться, что все-таки они друг друга вспомнят. Конечно, привыкнут, вспомнят. И это получится чуть позднее. Так, а мы садимся обедать. Вот нинулька. Да, и через полчасика уже нам накрывает на стол. И пойдем в поликлинику. Тут недалеко, 5 минут ходьбы. 5 минут крышечком. Единственное, чтобы не было много... Ну, благо, два доктора работает. Там написано, что один он по экзотическим животным. Но к нему обычно сегодня и день, когда приносят экзотических животных. Ну, вторник и пятница. Я думаю, к нему, наверное, будет больше. Он такой более популярный. А второй, я так понимаю, просто обычный. По обычным животным. Так что мы пойдем ко второму. Да, нам все равно. К любому пойдем. Пусть посмотрит. Ушко наше скажет. Может, какие-то даст нам рекомендации. Да, или просветит. Главное, чтобы не лишай. Аллергию будем исключать тогда по очереди какие-то корма. Будем сейчас снимать пробы, так как я тоже первый раз такой суп. В общем, вот такой суп молочный. Слушай, ну классно выглядит. Классно. Вообще, такой красивый. Сливочный суп. А сейчас я прямо продегустирую ложечку. Давай, только горячевата может быть. Я сейчас подую. Ну и как вкусно, 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 очень вкусно. Потому что соль на опять, мне кажется, может не надо. И на соль даже очень хорошо. Думаю, может быть тебе соль и он будет как соль. В общем, вкуснятинка. Приятного нам аппетита. Сейчас садимся кушать. Да, в общем, не имеет места быть. А, покажи это пальчик-то свой. Да, вон у меня вообще, вон я в перчатке. Я уже его зеленкой замазала. Да, Нина делала свои цветочки. Там вот мы их покажем потом. Она так красиво сделала. И капнула так сильно этим клеем горячим. Да, так вот сейчас затягивается. Но вот в этом месте, конечно, еще сожгла прямо до кости. Да, ну хорошо, вон в перчатке сейчас хозяин еще. Потому что три дня вообще не могла ничего делать толком. Суп хочу я вам сказать, просто вкуснятина-привкуснятина. Всем рекомендую такой. Мне кажется, такой все и готовят. Не знаю, я первый раз со сливками. Мне так кажется. Такие сливки у Нины, домик в деревне, она их добавила вместе с рыбой. Рыбка варится быстро, буквально 35 минут. Да, 3 минуты. И сколько ты много сливок добавляла по количеству? Ну, вот на то количество, которое у меня, я добавляла, ну, где-то здесь, наверное, сколько, 500 грамм. Да, ну, грамм, наверное, 300 я добавила. А вообще, если побольше варить, там, ну, и побольше, естественно. Ой, ну, очень-очень вкусно, прямо прелесть. Супчик. Да, да, да. Одобряю.